Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Уже некоторое время, около некоторых месяцев, мы в нашей передаче стараемся говорить о красоте. Такие миротворческие разговоры, которые действительно сейчас очень актуальны и крайне насущны. Как сотворить этот внутренний мир для того, чтобы этот внутренний мир транслировать во внешний. Мы говорили о теоэстетике, мы говорили о богословии красоты. Это действительно такая сложная богословская дисциплина. Мы говорили о Бальтазаре, мы говорили о песне-песне, о книге, которая посвящена красоте и любви. А сегодня возникло желание поговорить о музыке. Но все мы прекрасно помним, что Евангелие от Иоанна начинается с прекрасной такой фразы. По-гречески она звучит «энархи», «эна логос», или по-русски «вначале было слово». И мы можем, конечно же, говорить о слове как о некой единице текста. Но это не предполагается в Священном Писании. Логос — это и смысл, и суть. И логос — это звук в том числе. В начале, в некоторой тишине возник звук. Слово как звук, которое огласило всю Вселенную. Мы будем говорить о музыке. И как говорить о музыке, как не с музыкантом? У нас сегодня в студии мультиинструменталист Николай Николаевич Ангелов. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Николаевич, ну, я бы еще вас отрекомендовал для наших телезрителей как блестящего, прекрасного рассказчика. Я был на нескольких ваших выступлениях, где вы стараетесь не только порадовать человека музыкой, музыкой вселенского масштаба, музыкой классической, но еще и стремитесь через музыку, через погружение в этот музыкальный материал что-то рассказать людям о главном, о смыслах. И, честно говоря, всегда я обращал внимание, насколько завороженно слушает вас аудитория от мала до велика. То есть вы разговаривать можете и с малышами, и с подростками, и с юношами, и с людьми зрелого возраста. И каждый раз это находит отклик невероятный. Собственно говоря, для телезрителей, мне кажется, это будет очень полезно знать, потому что вы проводите открытые публичные выступления в библиотеках. И, в общем, одним словом, вас можно увидеть, и с вами можно быть на расстоянии одного рукопожатия. Мы договорились с вами, что наши разговоры о музыке, их у нас будет три, сразу для наших телезрителей проанонсируем, это будут не столько лекции, да, потому что, на мой взгляд, я думаю, что, может быть, вы со мной согласитесь, первое, что убивает любой предмет, о котором мы говорим, это сухая подача лекционного типа, когда мы начинаем говорить «Бах, родился, умер, годы жизни, творчество проходило в тех-то и тех-то городах, трудился там-то и там-то, умер, точка». И сразу и Баха убили, и его бессмертную музыку убили. Мы будем говорить о самих корнях музыки, о самой философии музыки, о том, как ее слушать, в чем ее исцеляющее терапевтическое, лекарственное, лечебное значение для человека во все времена было, и почему сейчас, в общем-то, израненные души могут найти, ну, некоторое уворочевание в этой сфере искусства. Давайте поговорим, ну, для того, чтобы немножечко познакомить вас, телезрителей с вами, что для вас музыка, когда для вас музыка началась? С детства ли? Или в какой-то момент вы встретили в зрелом возрасте, ну, уже в юности, может быть, какого-то педагога, который вас заразил? Когда для вас музыка началась? Что для вас музыка? Ну, и от этого будем отталкиваться в нашем разговоре. Ну, я хочу сказать, что там, где кончаются слова, начинается музыка. Сложение муз не терпит суеты, и поэтому вот музыка, конечно, началась буквально с детского сада. У нас был прекрасный музыкальный работник, пианино, естественно, было. А ее дочка играла на скрипочке, и приходила и клала эту скрипочку на пианино. Ну, пианино мы видели, открывается гриф, клавиши, а вот скрипку футлярия она. И вот я всегда смотрел на этот вот футляр, который на скрипке. Ну, а скрипку-то я не видел, я знал, что если там что-то лежит. Вот такая тайна. И вообще слово музыкант у меня вызывало какое-то необыкновенное чувство. Музыкант. Вот что-то оно как-то вот выделялось среди слов. Музыкант. Непонятно чего. А началось с того, что мой папа, фронтовик, воевал, командир полковой разведки, орден славы у него есть, вот был. Он играл на гитаре для себя. И вот на фотографиях он с гитарой там где-то в госпитале лежит, у него гитара улыбается, медсестра. Вот, потом отдыхал где-то на море, там тоже фронтовики, тоже стоит с гитарой. Но дома у нас гитары не было. Приносили чинить гитару, его там знакомые, бабушкины знакомые, молодая девушка, ну вот, Тамара, по-моему, звали. Приносил гитару, и папа ей чинил. А как-то он мне сделал музыкальный инструмент очень простой. Вот штатив от фотоаппарата были на деревянных таких палках. Видимо, он сломался, папа занимался фотографией для себя. Натянули проволоку, вставили какую-то игрушку такую, с кулачок такой была. Вот, и проволока, естественно, натянулась. А у мамы была заколочка для волос. Вот я взял эту заколочку, и как медиатором вот так вот стал играть. Это было на кухне, как сейчас помню. Вот, на безымянке, вот там заводы. Мама укурила с Москвы, папа с фронта пришел. А вот они поженились в этой квартирке и на кухне. И были соседи из восьмой квартиры, мы в седьмой жили. Я начинаю вот так вот играть. Наверное, до этого тоже что-то барониковано. Вечером, вот лампочка горит. И меня, я играю, меня охватило какое-то вдохновение. Мне вот хочется играть. Я уже не то что не вижу, знаете, и вот это вот вдохновение, оно меня как бы побудило. Нет, необыкновенные чувства. То есть ты где-то вот в другом пространстве находишься. Это необыкновенное чувство так и осталось во мне. Вот. Ну, затем я поступил в музыкальную школу в семь лет. Но приболел, и врачи как-то мне, так сказать, сказали, ну, пока подождите. И через несколько лет, наверное, мне лет девять было, в клубе «Мир» от завода «Фронза» появился. Анатолий Петрович Агапов, музыкант. Вот, ну, по-моему, учился в училище, заканчивал на народных инструментах. Гитару тогда нигде не преподавали. Это был запрещенный инструмент такой-то, мещанский инструмент. Вот в клубах, пожалуйста. Вот. И он там вел гитару. Ну, вот мы выбрали гитару. Как сейчас помню, поехали в магазин на Победе, Победа Краснодонской. Долго там женщина такая была, в возрасте, интеллигентная, выбирали гитару. Выбрали гитарку мне, белую такую, светлую. И вот я стал ездить туда, в клуб «Мир» на трамвае. По воскресеньям учиться у Анатоли Петровича. Это был прекрасный педагог, он владел домрой, преподавал потом в институте культуры. Вот. И я начал играть. Много было любителей гитаристов. Вот. Были там и женщины, мужчины были. Мне казалось, они все взрослые. Такие вот взрослые. И кто-то там выучил мелодию. Ой, цветет калина. В поле у ручья. Так великолепно играл. Мужчина молодой. У него была черная гитара. Они же белыми. Он купил черную гитару, но черный лак. Это смотрелось необыкновенно. Он так чисто играл. Вот мне показалось. Вот он такой был вот чистый человек. Как будто он такой вот весь вымытый. Вот такое ощущение. Ощущение от него. И вот. Ой, цветет калина. Каждую ноточку он выговаривал. Для меня это сейчас эталон. Вот. Девять лет начали. Вот. Я тоже стал играть. И был такой казус. У меня лопнула струна. Ага. Первая струна. В одной из занятий. Я огорчился. Как ребенок. Ну как же. Ну лопнула струна. Ну вот. А там делали небольшие перерывы. И находили. Да. Буфет. Мне принесли пирожок с повидлой. Вкусный. Такой рыжий-рыжий. Такой. Ну в школе на переменных тоже покупали. Вот я скушал этот пирожок. Успокоился. А затем были такие интересные вещи. Нота почты. Вот. Написали письмо. И прислали школу игры. Ага Фошина. Вот. И еще дали сборничек такой. Вот какой-то. Я думаю, я не заказывал. Что-то они мне прислали. Так как-то. А оказались прекрасные ноты. Потом, когда я уже научился. Там Шопен, Мальц. Я потом благодарен был. И потом струны можно было заказывать. Нейлоновые струны. Из Германской Демократической Республики. Вот. Тут они рубль. Один рубль десять копеек стоили. Наложным платежом. Без задатка. Это большое счастье было. Пойти на почту. Получить это все. Ну мы сейчас. Для нас это все. Нам приводят домой. Приносят курьеры. А это вот это. И ждешь. Это конечно необыкновенное. Ну еще музыку любили в семье. Папа любил очень музыку. Вот у нее есть записка. Вяло очень лиц. А что вы слушали вот дома? С папой, с мамой? Пластинки. Пластинки. Ну во-первых, танго. Брызги шампанского. Соседи собирались почему-то у нас дома. Все мы изолированы жили. В основном с соседями жили. Ну несколько квартир были изолированы. И собирались со второго этажа. Пели. Причем вот у нас были локтяны. Они пели. Ари и зопер даже пели. Танцевали. Вот. Под эти пластинки. Ну конечно же полонеза Агинского. Ну кто не знает полонеза Агинского и не любит. Тут уже как-то был человек непросверленный. А вот вы слушали пластинки, пели. А разговоры были какие-то о музыке? То есть вас конкретно обучали чему-то вот эстетически, условно говоря? Да, да, конечно. Вот я нашел записку «Виолончелист Пицкенгаген». Я думал, какой такой виолончелист. А я уже учил в своей музыкальной школе. А это был профессор Московской консерватории. Папа записал. Он слушал всех виолончелистов. Вот. И очень любил классическую музыку. И даже мама рассказывала. Он был с друзьями где-то. Банкет был. Он пришел и говорит, Аня, такая музычка была прекрасная. Тогда люди как-то вот тянули слова. Музычка была прекрасная. Вот они и почерки были интересные у всех людей. Идеально каллиграфические. Да, да, да. Вот я играл в школе. Я выступал как раз вот 22 июня. Меня иногда приглашают. Я концерты даю. Как бы музыка войны. Вот так вот. И там на безымянке в школе под номер восемь. Там целый стенд фронтовика одного. Где-то папина ровесник. Я смотрю письма его. Точь-точь. Почерк моего папы. Прям один к одному. Вот он мне подарил книжку в 58-м году. Страшные ущелья. Рассказы такие. Моему сыночку Коленьке. Та-да-да-да-да. Страшные ущелья. Ну, что там страшные ущелья? А там идут геологи. И там говорят, вот там страшные ущелья. Осторожней. Они там идут. Идут. Поднимаются на гору. И одна смеется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Думаю, с ума сошла. Оказывается, они смотрят вниз. Там дорога. Ходят машины. То есть во время войны сделали дорогу. И никакого ущелья уже нет. То есть ничего страшного нет. Он им подарил эту книгу в 58-м году. Он в этом году умер. В феврале. В феврале был день рождения. В августе он умер. Ему было 33 года. Ну, от ранения. И вот эта книжка сейчас у меня хранится. И я, когда какие-то бывают сложные моменты, я смотрю тут страшные ущелья. Я понимаю, что в жизни ничего страшного нет. Мне сказал папа, когда уходил, как говорится. Необыкновенный был человек, конечно. Его все помнят и знают. И, конечно, все это пошло из семьи. А что вот выросло из семьи? То есть вот возвращаясь к теме того, мы сейчас еще поговорим о том, почему классическая музыка называется классической. Ну, вот для вас, что такое музыка? Вот понятно, что это, ну, какая-то такая, как я себе это вижу, крепкая сцепка с семьей. То есть это то, что, ну, в том числе формировало семью и формировало какой-то уклад, и формировало дом, и формировало дружеские связи и так далее. А вот сейчас, если бы, как я спрашиваю вас, что для Николая Николаевича Ангелова 22-го года музыка? Ну, я могу сказать, недавно гуляли мы по лесу, в Понгарах. Я часто вспоминаю, как пела моя мама. Вот как она пела, вот, «Нас утро встречает прохладой». С таким вот, с такой, как говорится, энергетикой, с такой вот, вот она вот пела. Вот это для меня очень важно. Потому что мама пела все вот эти песни, как этот Дунаевский, вот это вот очень важно. А музыка для меня это какая-то немножко другая реальность. Как бы вот, ну, то, что над нашим существом, над вот она, над. Если хочешь над, вот это будет музыка. А потом музыка, вот если говорить, вот мы можем не смотреть там, а мы не можем закрыть уши и так идти по улице. Хотя иногда надо, когда я в автомобиле, у молодых людей с громким таким звуком, но я понимаю, настолько ему хорошо сейчас, он хочет поделиться. Я уже не осуждаю. Какое вот, какое счастье испытывает человек, когда рулит. И все, я уже с ним. И мне просто хорошо, я не осуждаю ничего. И так же с молодежью я сейчас уже не осуждаю. Потому что я понимаю, что у них вот что-то бушует, а вот слов не хватает. И вот всяко бывает. Это очень интересно. И тем самым я как бы приближаюсь к ним. И они мне дают вот то, что они бесплатно, пожалуйста. Ну, вот это очень. Ну, а вот вы не наблюдаете, кстати, печальную тенденцию, что музыка стала фоном. То есть вот раньше, вот даже по вашему описанию, да, собрались люди. Вот сейчас они собираются за шашлыком на Волге, за столом где-нибудь дома. И как правило, кстати говоря, ну, я вот сколько был участником подобного рода там застолье, меня куда-то приглашали. Разговоры какие-то все очень несерьезные, не касающиеся каких-то глубин. Вот на уровне кто куда поехал, на уровне кто куда устроился работать и так далее. И вот этот сам разговор и сама эта трапеза, она стала каким-то фоном. И музыка вот для вас, она была, условно говоря, причиной сбора в детстве. А сейчас она вот в наушники воткнуть, в машине включить. Никто всерьез ее не воспринимает. Она стала просто каким-то заполнением тишины и пустоты. Может быть, люди сейчас вот в большей степени такие тишинофобы, шумоголики, когда им нужно просто, чтобы все что-то шумело и гремело, но не заставляло думать и мыслить. Ну, тут можно по-разному объяснять, но я думаю так. Дело в том, что музыка у нас вообще звучит постоянно внутри. Не мелодия, а просто вот настроение. Вот есть настроение, да? Все. Это веселая музыка. Есть такое, но вот музыка такая мрачноватая. Вот. И потом музыка тебя не спрашивает. Вот можно я к тебе войду там, но на картину можно посмотреть. Она просто входит в тебя и меняет твое настроение. Был такое настроение. И, естественно, когда вот я вот в подверх отдыхаю, по воскресенью там дискотеку включают мощно. Вот, да. И, естественно, когда у человека какое-то там плохое настроение, вот это вот та-да-да-да-да, входит и то убирает. Вот. Это как бы вот такая грубо терапевтическое такое направление, грубо мощно убрать, и все нормально. Ну, там еще пивка и все такое прочее, шашлычок и все. Ну, тут трудно сказать. Вот, допустим, Конфуций, Конфуций говорил так, вот когда крестьяне заканчивают работать, дайте им погулять. Вот. Казанское. На Казанской. Если на Казанской мужики не пьют, это же какая-то Казанская. Не Казанская, надо выпить. Все лето пахали, все это надо выплеснуть. Выплеснуть надо. Вот. И вот это вот, может быть, вот этот бы плеск будет то, что есть. Я не думаю, что мы такие стали дикие. Я надеюсь. Вот. Просто вот чем-то надо заменить. Что-то надо быть из этого положения. Но нет, не все могут терпеть. Это Бетхоин мог терпеть, когда в 32 года он стал глохнуть. Вот. И знаменитые завещания. Ему говорят, а он ничего не слышит. Он говорит, какая у вас прекрасная музыка, он не слышит. А спросить, сказать, это была для него большая трагедия. Он поехал в небольшой городок под Вену, и там писал завещание. Вот. Там небольшое имущество было, двумбратн. И потом там о Боге много говорится. Господь Бог. И вот это вот сделало его смиренным. Он же говорил, музыка должна высекать огонь, не с человеческого сердца. А здесь он стал смиренным. Потому что это единственный способ. Вот. Ну, митрополит Антоний Сурошский, кстати говоря, он говорил про то, что огонь должен присутствовать. И прекрасно, когда юность горит и полыхает, но в какой-то момент этот огонь должен стать тихим очагом старости. Поэтому, мне кажется, это вполне коррелируется, да, с тем, что говорил Бетховен. То есть она должна высекать огонь. И она высекает до сих пор, эта музыка, огонь в сердцах. Но для того, чтобы огонь воспламенился, а потом потихонечку превратился в тихий мирный очаг. Но вот мне интересно, вот что испытывает Николай Николаевич, когда он садится за фортепиано, когда он берет в руки виолончель, когда он берет в руки гитару, скрипку, флейту, саксофон. Вы играете на множестве инструментов. Вот, условно говоря, почему для Николая Николаевича неприемлемо, я не знаю, сыграть Цоя, или сыграть, я не знаю, какую-нибудь вот то, что тутс, тутс, тутс. Вот что находит Николай Николаевич в классической музыке? Ну вот Иоганн Себастьян Бах сказал, что в благочестивой, я сокращенно, в благочестивой музыке присутствует сам Бог. Ну и так сокращенно. Вот, то есть благочестие. Благочестие – это как раз гармония. Гармония – это мать муз, музыки, живописи, все такое. То есть гармония – это главное. И когда гармонии нет, нарушена она гармония, ну тогда вот благочестие уходит. Но здесь такая вещь, у нас много разных энергий, так можно сказать. И человек, который вот рубит дрова, и не может благочестие, он просто рубит он, и какой-то вот такой вот… То есть ему необходимо «эй, ухнем». Да, 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 да. Ну вот марш, да, военная музыка, она вот уже такой вот, есть такое выражение в восточной философии, тапос такой вот мощный, да, он тоже нужен. И вот это, конечно, вот это вот разно. Ну, а благочестие – это гармония. Вот когда ты гармонично развиваешься, здесь поработал, здесь отдохнул, здесь и ты гармоничный человек. Вот это очень важно. Есть люди, которые работают в физическом, они тоже гармоничные, они пошли на рыбалку, там все такое просто. Вот, и поэтому вот это вот… Ну, инструменты что, вот виолончели, вот я летом не играл, сейчас беру виолончель, конечно, там нет ладов, ничего нет, и надо это все такое прочее. Вот, что делать? Ну, то, что до этого играл, как-то не получается. Надо спокойно, тихо начать играть один звук, второй. Потом надо полюбить этот звук. И вот тогда муза к тебе приходит. Вот я своим ученикам говорю, муза – это богиня. Ну, по-гречески, большая. Ну, по-гречески, металлогика, да. Вот. Она приходит только, когда попаден в состояние, это точно. Вот это есть и состояние, внимательное, вот, спокойное, рассудительное. И когда вот ставлю я детям руку, вот это самое главное. Там, там. Они быстро хотят играть. Ну, с улицы пришли, там, трамвай, автобус. Там, вот, минут пять надо успокоить их. Вот, когда они успокоят, тогда можно начинать. Вот, был конкурс, я зашел в музыкальную школу, на баянах, и баянист сказал, «Давай, играй! Играй, давай! Играй! Ага!» «Боже ты, мой!» И этот мальчик, я думаю, что это, конечно, может быть надо, когда мужчине будет лет 30 с лишним. Вот, кстати, вот в Италии были арии для певцов, которые давали мужчинам, которым за 50, 50 лет тебе не дадут никогда эту арию. Ну, не дорос ты над ее. Это очень интересно. Это правильно. Вот, это вот ты дорастаешь до 50 лет, да. Вообще, по восточной философии, в 70 лет ты становишь настоящим мужчиной. В 70. И в 70 лет тебе уже, ты не меняешь точку зрения. Ты уже видишь, что так, как оно есть на самом деле. Ну, должно быть, хотелось бы. Вот это вот, я с вами здесь согласен, вопрос времени, вопрос культуры. Культуры, то, что мы выращиваем. Вот здесь вот, я могу сказать, время, когда я рос, оно было культурным. Вот включаешь радио, театру микрофона, яхонтов, там все, великолепные, там, актеры, они читают, слово есть, спокойное, и послушав этого актера пять минут, ты уже ничего не будешь хватать, ты все делаешь спокойно. Ага. Все, все, вот. Причем они не из себя показывали, какой, они просто в этом-в этом жили. И простые. То есть, это была такая форма замедления в потоке бурного, такого, стремительного времени. Вообще, кстати говоря, вот даже то, как вы рассказываете, я вдруг понимаю, у меня, кстати говоря, ну, между нами существенная разница в возрасте, но я тоже помню, как вот мне мама в 80, каком-нибудь, восьмом году, в 89 году, она мне ставила тоже пластинки всякого рода, там, незнайка, ну, помимо музыки, книжки, вот эти вот были на пластинках, там, про незнайку, я помню, были, и это удивительно, действительно, замедляло время. То есть, ты мог войти в некоторое пространство тишины, в некоторое пространство размеренности, и в этом пространстве тишины и размеренности все обретает какой-то вес и смысл. Вот сейчас определенная шелуха слов, говорится очень много, но при этом за словами часто не стоит никакого веса и никакого вот такого вот действительно подлинного смысла. Музыка, вот которую, по крайней мере, я сейчас слышу, которая там доносится из окон и так далее, она ведь тоже как будто бы лишена некоторой осмысленности. Ну, мы договорились все, что мы не будем критиковать, но куда уж мы уйдем от того, что мы сопоставляем. Вот все-таки почему классика называется классикой? Она что должна, что должно произойти с музыкой? Ну, мы сейчас не будем брать там литературу, живопись. Вот с музыкой что должно произойти, чтобы она назвалась классической музыкой? Ну, начнем с того, что Дьота Паусе сказал, остановись, Паусе сказал, остановись мгновение, ты прекрасна. Вот он когда было нормально, хорошо, зашел в комнату своей девушке и говорит, остановись мгновение, ты прекрасна. Вот это вот остановить мгновение, прекрасно, что происходит в этот момент? когда останавливается мгновение, ты заглядываешь, а что там? Ну, что такое музыка? Ну, физические звуки. Причем здесь я? Так музыка, это физические звуки, которые пробуждают то, что у нас уже давно есть и заложено миллиарды лет назад в живом, в клетке. Я не буду говорить сейчас про современную физику, когда там частицы могут делать все, что угодно. то есть это есть в нас, у каждого это есть, а звуки, физические звуки, они это пробуждают. То есть в каждом там есть большой кладезь, кладезь, вот это называется духом, который всегда существует в душе. Вот и все. Вот этот очень главный вопрос, что делать, как вести себя с этим кладезем, что он был всегда. И вот здесь нужно благочестие, оно дает нам возможность жить. Но сейчас нужно еще и терпение, потому что иногда не видно благочестие кругом, а оно к тебе, и что с этим делать? Здесь нужна мудрость. Вот как раз мудрости, чтобы сохранить это благочестие. Вот мысль, мысль это великолепная слуга, она страшный господин. Вот это страшный господин. Он говорит, так, все, господин, это слуга, слуга чего? Нашего духа. Мы об этом забываем. И вот мыслительные наши процессы, ну что такое человек, жизнь, все равно человек, институт, семья, могила. Все. Все. Вот поступаем в институт, Квартиру, все. А что там у тебя? Николай Николаевич, к сожалению, время сегодняшней нашей встречи подходит к концу. Мы поставим здесь многоточие, потому что мы обязательно... Краткость не сестра моего таланта. Мы обязательно продолжим разговор в следующий раз. Но для, как бы, такого легкого и быстрого резюме для сегодняшней встречи, вообще удивительно, что я сейчас вдруг распаковал для себя Николай Николаевич еще и как музыкант, аскета музыки, потому что тема благочестия, это термин, вообще, как бы, благочестие, это термин аскетический. Это то, для чего, во имя чего человек уходит в пустыню, уходил в пустыню, если мы берем радикальные формы аскетизма, для того, чтобы, как вы правильно сказали, заглянуть в себя, заглянув в себя, он начинает искать формы собирания себя, и эти формы собирания себя и есть благочестие. Удивительно, что это пересекается, находится в точке пересечения с музыкой. Причем, это благочестие нам дано от рождения, вот самое интересное, его не надо искать, я думаю, его не надо там культивировать, оно просто дано, его просто надо почувствовать. Давайте поставим здесь точку. Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу. Дорогие друзья, в следующий понедельник присоединяйтесь, продолжим разговор о музыке. Храни Господь. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова